Из-за чего люди раздеваются? Для чего? Для блуда, для высокопления. Поэтому трясут, чем не надо. Это же нельзя делать. Я в шортах, а так-то жарко. Я же в комнате с друзьями. Ну я понятно, я не вам говорю. Вообще все подряд. А, ну да. Потому что это место греха. Люди не знают, что за это Бог будет взыскивать строго. Блудят открыто, прямо показывают, как совокупляются. А сколько вам лет? Да разве обо мне речь-то идет? Я пришел для вас, чтобы рассказать о Боге, о вечности. Благодарим тебя, Господи, за великие и неизреченные милости твои. Добрый день. Добрая, хорошая девица. Мы пришли рассказать о Боге, о вечности. О святой жизни. А я с кем разговариваю-то? Не с синей майкой-то. Опуститесь вниз. В городе Барнауль, Алтайский край. Лапкин и Игнатий. Очень, очень здорово. Это вы дома или где? Да, я нахожусь дома. Ясно. А молитву часто читаете? Ежедневно и постоянно. Это правильно. Дай Бог вам здоровья. Ну, Господь так повелел. Не пристанно молитесь, за все благодарите. Это написано первым посланникам 5.18. Здорово. Вы хорошо это все знаете. Откуда? Да вот откуда. Есть такая книга на земле. Вот посмотрите. Вот она. Ага. Библия. Да, вижу. По благословению патриарха Алексея II вышла. По благословению патриархи Кирилла вышла Библия. Она переведена на 2800 с лишним языков в мире. Полностью или частично. Понятно. Что вы еще можете рассказать? Расскажу о дивных делах Божиих. Могу рассказать. Он нам позволил начать строить православную деревню. Бог. И мы уже 27 лет строим. Чтобы человеку разрешили приехать, он должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И тогда мы разговариваем с ним. А есть такие у нас, которые не пьют, не курят, не матерятся? Есть такие? Я перед вами сижу. Нет, это понятно. А вообще есть еще такие? Ну так целая деревня строится-то. Как же нет? Я же сказал. Это Господь находит людей. Люди каются, обращаются. Ну я вас понял. Я вас услышал. Ну если хотите больше узнать, зайдите на наш YouTube. Ага, хорошо. Канал называется «Во свете Библии». Понял, сейчас зайду. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И вы сразу найдете. И хорошо, и туда можно это самое записаться или как? Не надо ничего там. Ну там какая-то регистрация небольшая. И все. YouTube. А если вы напишите «Во свете Библии» сайт, зайдете на наш сайт. Там я отвечаю на 4124 вопроса студентам. Я понял. Большое спасибо. У нас говорят не спасибо, а спаси Христос. Спаси Христос. Ох как, звучит-то по-другому. Если я вам потребуюсь когда-нибудь, вы зайдите в скайпе и поставьте «Игнатий Лапкин». Я один с этой фамилией. На весь интернет. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Я запомнил. Нет, вы забудете. Запишите. А я сейчас запишу. Запишите. Игнатий Лапкин. Сейчас, минуточку. Сейчас ручку возьму. Вот взял ручку. Игнатий Лапкин. И называется канал «Во свете Библии». «Во свете Библии». А там, если поставить их этим словам «Во свете Библии», сайт. Будет сайт. Это через Google уже заходить надо. А через Яндекс? Может, через Яндекс. И вы там откроете наш сайт, на котором море информации. Там 50 книг моим голосом насчитаны. Библия, Архипелаг, ГУЛАГ, Златоуз, Жития. Это Господь делает это все. Господь. Я вас понял. Я вас услышал. Дай Бог вам здоровья. Аллилуйя. Мне и так Бог дает здоровье. Мне через два месяца будет 80 лет. А вам не дашь 80 лет. Если вам бороду сбрыть, так вам все 40. Так я еще в пяти тюрьмах отбывал, да в лагере. Да еще 26 лет меня мучили. Это Господь. Это у вас такой большой опыт. Да, у меня огромный опыт. Господь позволил, Господь, создать лагерь православный. И я был, создал его и был начальником лагеря 45 лет. Тысячи детей подняли без помощи государства. А кто же вам помогает? Господь Бог помогает. Да, это хорошо. Все, Бог. Человек еще сам этого сделать не сможет. Это невозможно. В России полностью уничтожено 21 тысяча поселений. И мы добились разрешения свой бывший поселок начать восстанавливать. Зарегистрировались, школу построили своими руками. Храм построили, дороги сами строим. Скотину держат люди. А скажите, пожалуйста, а вы были в Иерусалиме? Не был. Мне даром приглашали несколько раз. Там делать нечего. А почему? Объясните, почему? Да евреи сами говорят, говорят, если в мире существует 10 частей лицемерия, то 9 из них в Иерусалиме. Ага. Понятно. Да что там? Там делать нечего. Я верю. Мне Господь говорит, блаженный не видевший, а верующий. Я верую, мне не надо ничего больше. Я знаю, за меня Христос умер и кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. Но это правильные слова. Так написано. Это слова Духа Святого. Так оно так и есть. Да. Так и есть. Вот мне Господь в 23 года открылся. Я просто веровал, а не знал ни о Христе, ничего. Мать рассказала о чем. Я вас не отвлекаю? Нет, ничего. Я только что проводил своих и я спокойно сижу. Ага, ясно. Вот если вы зайдете по скайпу, Игнатий Лапкин, вы меня найдете. И можете там материал, вопросы задать. Или в мейл.ру, мой мир. Мой мир, Игнатий Лапкин. Там можно переписаться. Все, я понял. Я понял. Хорошего дня вам. Спаси Христос. Если Господь благословит зайти на сайт, вы там увидите мои 38 книг, которые Господь позволил написать. Я понял, я вас услышал. Хорошо. Хорошего дня вам. До свидания. Христос, до свидания. Да. Тут половина мужиков валяется голая. Процентов 80 мусульмане. То есть все собралось самое блудливое, самое хищное. Откуда вы знаете, что мусульмане? Так я же разговариваю с ними-то. Они меня отсылают к Корану. Откуда знают? Беседу я 70-й день уже здесь нахожусь. Их так видать. Усы побритые, а борода здесь. У них клеймо. Зачем? У них клеймо на губе на верхней. Зачем вы здесь? Вам что нужно? Повторите. Я спрашиваю, зачем вы здесь? Я сейчас сказал только. Иисус Христос говорит, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Нужного врачей имеют нездоровые, но больные. Здесь Содом и Гоморра. И уже сколько их людей нашли, с кем можно побеседовать. Мы здесь находимся по повелению Божию. А вы читали Ницше? Что, чего? Ницше читали? Ницше? Это любимец Гитлера был. У него есть хорошее выражение, к слову сказать. Он говорит, я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их поняли. Это кто сказал, Битлер или Ницше? Ницше. Вы его считаете хорошим, плохим? Я не считаю, я о нем не говорю. Просто я один вопрос вам ответил, больше не надо. Мы говорим о Христе. Мы говорим о мудрости, которую Бог дал людям в своей книге. Но вы читали? Нет, подождите, вы мне не ответили на вопросе. Я вас спросил, вы читали Ницше? Да не надо мне этого Ницше. Он век мне и нужен. Я просто ответил на один вопрос. А вы за это дальше. Считайте, мы не разговариваем на эту тему. Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Аллилуйя. Вас интересует что-нибудь духовное? Духовное? Да, я сам духовный инструмент изучаю. Ну вот, мы пришли сюда, в это место разврата, в этот Содом и Гоморру, чтобы возместить Слово Божие. А, я думал, из духовных оркестров. Я думал, вы будете тут забивать. Мы свидетельствуем миру, что Господь дал повеление. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Согласен. Я только за Библию во всей стране. У меня даже своя Библия есть. Если я найду. Она у меня сейчас оставалась. Сейчас я даже ее найду. Одну секунду. А может, даже не найду. Нет, это будет тогда, как Кристи. Это тоже. А, вот, кстати, вот, верно. Ну, что это за вас? Священие Крещения. А, ну, а так. А кто написал? Кто написал? Написал, сейчас скажу. Сейчас скажу. Александр Невский. Как фамилия-то, Александр? Невский, Невский. Не знаю. Не знаю, какие такие. У нас о Крещении написан материал самый полный. Полнее просто не бывает. Опять же, это, отец Владимир. Да, это именно я. Если вы зайдете на наш YouTube, во свете Библии, Игнатий Лапкин, во свете Библии, название, то зарядите, во свете Библии, Игнатий Лапкин. Я вот библиотист сам, да. Ну, зарядите, вы увидите, какой. Во свете Библии. Аллилуйя. Мы вот сюда пришли, чтобы людям рассказать о Боге, о жертве Христа, потому что здесь много дурного делают. Голые мужики, половина мужиков голые валяются. Никому не нужная. Женщины голые, трясут сиськами. Я говорю, поверьте, здесь ни одной мусульманки нету. Это я гарантию даю. Ни одна мусульманка за 1300 лет, за миллиарды рублей она не будет сиськи показывать здесь. Она по-другому научена. Правильно. Я говорю, у них есть книга, по которой они живут. Вот в этом вопросе мы одинаково понимаем. А что спасение? Тут мы верим, что Христос умер за наши грехи и ждет людей с покаянием. Он наши немощи, болезни понес на себе, как Сын Божий. И об этом мы свидетельствуем. Мы много ездили в Баку, в Азербайджане, в доме Мулы ночевали. У нас до давнишнего была переписка с его женой. Она очень грамотная женщина. Восхитительная просто. А Алтайме откуда? Барнаул, Алтайский край. Мы строим православную деревню с нуля. Все верующие, школа государственная, все сами строим, своими силами. Государство ни рубля не помогает. Землю обрабатываем. Ну и этим живем. Понятно. Получается ли у вас? Ну, не особенно так, потому что и воры тут нападают, и все, чего только нету. Ну, живем 27 лет. Господь нас хранит. У нас один фермер, у него немного земли есть, 450 гектар. Скотину разводят. По воскресеньям, по субботам, по праздникам все в храме, все молятся. У нас ни одного матерка нету на всей деревне. А как в деревню заезжаешь, надпись на территории деревни, курить запрещается. На территории. И пока никто не наружал. У нас такой порядок. Да нет, я все понял. Может, какие вопросы есть на прощание? На прощание я здесь тоже православный храм восстанавливали бы. Ну, мы, видите, деревню строим. А я, кроме того, создал лагерь. Господь так сделал. И 45 лет был начальником детского лагеря. Он один такой в России православный. Тысячи детей подняли, и государство ни рубля не дало. Только гнобили и добили нас. Понятно. Да. Вот когда вы зайдете на наш сайт, там фильмы о нас государственные. Государственные, большие фильмы. Один занял первое место на международном конкурсе, а второй первое место в России. Понятно. Ну, все, с Богом. Да, 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 да. До свидания. Да нет, не надо. Я грыжу, музыканты это самое непригодное для свидетельства. Все время бренчат, ничего не слышат. Мы пришли сказать о Боге, о вечности. Потом поиграешь, пока не играй. Только не ругаться, чтобы... А я не умею делать на гитаре, на самом деле. Так. Вот вы запишите, я скажу, на мои стихотворения написано песни. Как там на гитаре брат играет. Называется «Пример к себе своим воображением». Себя запишите песню. И в гугле найдете ее. Да, хорошо, спасибо большое. Пример, пример к себе своим воображением. Воображением? Воображением, воображением. Игнатий Лапкин. Или второе запишите. Называется «Святая Русь». О, «Святая Русь» я знаю, да. Да это, это... Только напишите «Игнатий Лапкин» рядом. Чтобы наше стихотворение было. «Святая Русь». Скажи, когда «Святая». Неужели это я выключил? Спасибо, Христос. С праздником у вас. Со святым Благовещением. Мы с вами уже встречались. Так. У вас какие-нибудь вопросы, может, были? Нет, особо нет вопросов. Всего вам доброго. У нас сегодня хороший день был. Хорошая литургия была. Прощащалось много людей. Понятно. Мы будем выставлять... Ну, я жена ходила в церковь, да. Ролики будут стоять, наверное, к утру. Вы можете зайти во «Святая Библия» в YouTube. И вы там увидите, как мы тут занятия вели. Понятно. Во «Святая Библия» Игнатий Лапкин. Ну, всего хорошего. До свидания. Всего хорошего. До свидания. А вы что в очках-то так? На солнечном. Ну, как-нибудь сделайте, чтобы ваши глаза были видны. И мы поговорим. Да я просто травы накурился где-то. Я не могу... Ну, солнце светит. Тяжело переношу солнце. Мы Бога прославляем за чудный день сегодня. Праздник такой большой был. Какой праздник сегодня? Благовещение Пресвятой Богородицы. Разве сегодня, да? Да. А через три недели будет Пасха Христова. Это я знаю. Я пост держу на посту. Ну, вот так. А через две недели? Через две недели будет вход Господень в Иерусалим. В народе зовут Вербное Воскресение. Да, ну, ну, конечно, конечно. Да, да, слышал. Значит, вы в храм не ходите? Иначе бы вы знали это. Ну, да, никогда не время нет. Да. Без веры в Бога человек не проживет. Он сделается зверем. Согласен полностью. Не убить, не грезогрех, не прелюбодеяние, как вот эта рулетка. Тут половина мужиков голые валяются. И я говорю, что вам? Анонизм. Да всякие безобразники. Я говорю, что за фашистую женскую вонь мозги сбокеренило. Упали все. Ну. И все. Потом у молодожких волосы вырастут. Да. Ладно. Да ладно, с Богом. Слава Иисусу Христу. Вот. Только никогда не ругайтесь. Это последнее дело постыдное. Сегодня, чтобы праздник был большой, ты это знаешь? Да. Какой? Сразу исчез. Чтобы видно было. Вылезь, вылезь, вылезь кверху-то, чтобы тебе видно было. Поговорим. Хорошо. Ну. Я же не на плохое дело зовут, на хорошее. Сегодня день праздник был. Знаешь про это? Нет, не знаю. Сегодня благовещение было при Святой Богородице. Тоже учишься пить. При людях не надо пить и есть. Постарайся воздержаться, это неприлично. Хорошо. Так у вас дома Библия есть книга, Библия? Нету. У вас совсем нету Библии, даже нету? А как вы так живете, что Библии-то нету? Это непонятно даже для меня. Как? Библии дома нет и живете. Это даже... Это маленькая книжка Библии. Надо в храм ходить, исповедоваться, причащаться, если крещеный. Нести Слово Божие люду погибающему. Образ на сатану похоже, а не на то, что Бог сотворил. Вы же посмотрите. Вот я сижу перед вами, не пряшусь. Вы также открыто будете. Я вам задам вопрос. Вы мне познакомимся, друг другу полезны будем. Ну, эту маску-то скинь ее окаянную. Нет. Значит, беседа вам не нравится. Ну, ладно, тогда. Скинь ее. Вы знаете, что сегодня праздник был? Да. А какой? Я считаю Богородицу. Правильно, Благовещение Пресвятой Богородице. Прис на Деву Марии. Прис на Деву Марии. Окей. Продолжение следует...